Указ ГКЧП номер П-22 от 25.03.2024 года постановляет Объявленные подложные выборы псевдопрезидента Российской Федерации России от 17 марта 2024 года являются заведомо преступными, ничтожными, недействительными, сфальсифицированными, сфабрикованными, подложными и свидетельствуют о наличии попытки вооруженного государственного переворота с насильственным изменением конституционного строя СССР и корпоративного права бывшей торговой компании в кавычках Российской Федерации России в настоящее время советского государственного кооперативного предприятия Российской Федерации России. Попытки насильственного вооруженного захвата власти и насильственного удержания власти преступным террористическим путем, как совершенным и законченным государственным и воинским преступлением, подлежащих к высшей мере наказания, согласно суверенного законодательства СССР, которое карается по законам военного времени без срока давности. Обманутые, неосознанные граждане великой страны суверена Союза Советских Социалистических Республик, которые подтверждают в кавычках российским гражданством свою недееспособность в нормативно-правовых актах при получении псевдопаспортов бывшей торговой компании в кавычках Российской Федерации России, продолжая свои преступные, осознанные и неосознанные действия при участии в выборах, должны понимать, что такими действиями подтверждают свою психическую и психологическую недееспособность. Настоящим указом постановляется о том, что в 2024 году под видом выборов псевдопрезидента Российской Федерации России иностранные агенты обманным образом, введя народ в заблуждение, осуществляют и фиксируют добровольное согласие, выбор и акцепт называющих себя и определяющихся псевдограждан на добровольный отказ от международных прав человека. Признание отсутствия политических прав подтверждает желание стать добровольцем, наемником по контракту и участником специальной военной операции. Самозапись в похозяйственную книгу в качестве имущества Российской Федерации. Переход в состав живого говорящего имущества, скота. Отчуждение и отказ от посмертных и прижизненных фондов. Погашение имущественных прав и правового титула на него, как то суверенный гражданин СССР. Отказ от жилища, как отказ от личных имущественных прав и правового титула. На признание собственных детей необучаемыми и умственно отсталыми, подлежащими обучению по коррекционным образовательным программам. Отказ от своих детей, как собственности имущества Российской Федерации. На погашение государственных дипломов, как пожизненных прав и разрешения на работу и профессиональную деятельность. Подтверждают согласие на принятие несуществующего гражданства Российской Федерации через заключение контракта и прохождение военной службы по мобилизации и участии в специальной военной операции. Обманутые и неосознанные советские суверенные граждане, которые участвовали в выборах псевдопрезидента Российской Федерации с 15 по 17 марта 2024 года, должны понимать, что по суверенному законодательству СССР они несут личную, персональную и уголовную ответственность за участие в несуществующих по закону выборах псевдопрезидента Российской Федерации России. Поражаются в правах. Их имущество, достоинства, титулы и их стоимость заведомо считаются конфискованными, арестованными и изъятыми органами следствиями СССР до вынесения в их отношении приговора военного трибунала, специального присутствия или решения советского суда.